Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лиса, и это канал, посвященный ASMR-иттингу. Но сегодня у нас не ASMR, это макбанг, полный голос, наше традиционное чаепитие. Я знаю, как многие из вас любят такой жанр видео на моем канале, поэтому я стараюсь снимать не только ASMR, но и иногда вот так из жидко-макбанги, чтобы мы могли попить чаю, съесть что-нибудь вкусненькое и поболтать на всякие интересные темы. Смотрите, какие у меня сегодня яркие тортики. Это кексики с шоколадом. В принципе, у них одинаковая начинка, отличаются они только цветом шапочки. Но они такие красивые, такие яркие, я не смогла их не взять. Это малиново-фисташковый тортик. Тоже должно быть очень-очень вкусно. Я, как всегда, со своим корытом. Молочный улун. Листовой. Подсела на него в последнее время, китайский. Покупаю на развес. На самом деле он достаточно недешевый, но его хватает надолго, потому что на вот такую большую чашку я буквально там несколько вот этих листочков бросаю, они разворачиваются, такие становятся громадные. Короче, это очень вкусно. Ну что, с какого тортика мы начнём? Давайте, наверное, с жёлтенького. Нужно снять вот эту бумагу. Спасибо вам за темы, которые вы предлагали для Макбанга в комментах под последним видео, как я вас просила. Я решила, как и в тот раз на том чаепитии, не выбирать какую-то одну конкретную тему, а ответить на несколько ваших вопросов. Тем более было много повторяющихся. Так что сегодня будет такой блиц ответов на ваши вопросы. Покажу вам поближе, конечно же. Надеюсь, мой фокус поймается в этот раз. Ну, я не знаю, как её, правда, пробовать. Она такая... Сейчас вся будет в креме, как дурочок. Все эти пирожные из той моей любимой кондитерской у дома, где я часто их покупаю. Видите, шоколад внутри. И там очень вкусно. Выпечка такая, знаете, вот прям домашняя. Слышайший кексик. Какие там были вкусные куличи. На Пасху мы там покупали. Ну что, приступим. Самый часто повторяющийся вопрос был на тему выпускных экзаменов, как ни странно. Может быть, потому что как раз последние звонки сейчас везде отгремели по школам. Спрашивают, как я сдавала ЕГЭ. Ребят, кто не в курсе, я родом из Украины, я заканчивала школу, конечно же, там. У нас немножко отличается система выпускных экзаменов. Там это называется независимое внешнее оценивание или тестирование. Ну, короче, суть в том, что я была как раз из последнего поколения тех школьников, которые ещё сдавали обычные экзамены. Это был как раз год, когда вводили только вот это независимое тестирование внешнее. И мы были последними выпускниками, кому на выбор можно было выбрать либо сдавать стандартные экзамены, ну, как обычно, да, то есть комиссия экзаменационная из школьных учителей, билеты. Ты тянешь, готовишься какое-то время и отвечаешь, всё. Ну, либо если это письменный экзамен, то там по математике, например, точно то же самое, только ты пишешь эту работу. Либо можно было на выбор сдать вот это независимое внешнее тестирование. Я выбрала и так, и так. Математику и украинский язык я сдавала на тестирование. А как обычный экзамен сдавала, русскую литературу выбрала. У нас можно было выбирать. Ну вот. Но три предмета были обязательные, насколько я помню. Господи, это было так давно, кошмар. Когда задумываясь, сколько лет пришло с момента окончания школы, сразу начинаю ощущать себя очень старой женщиной. Хотя на самом деле, как бы, не так уж много. Ужасно волновалась. Я просто была отличницей в школе. И вот знаете, вот этот вот синдром отличницы, он тянется за мной всю жизнь. То есть я всегда очень сильно переживала и продолжаю переживать. Раньше из-за учёбы, сейчас из-за работы. Короче, хочется, знаете, вот всё делать на пять. Это мне ужасно мешает по жизни, вообще нисколько не помогает. Потому что в каких-то моментах взрослой жизни, когда обычно нормальные люди могут забить на то, что что-то не получается на работе, я буду убиваться до последнего. Убывать. В общем, волновалась дико. Конечно же, написала всё хорошо. В принципе, у нас никто, по-моему, не завалил выпускной экзамен из одноклассников. Так что все всё сдали. Не переживайте, вы тоже. Все всё сдадут. Я вам желаю успехов. Кому это предстоит ещё. Так, был вопрос Ангелина Варенова или Варёнова. Извините, если я неправильно фамилию прочла. Как обстоят дела с бывшими одноклассниками? Общаетесь ли вы? Да, вы знаете, да, у меня есть подружка, с которой я вообще там чуть ли не со второго класса дружу. Она тоже была отличницей. Мы поначалу с ней конкурировали, а потом поняли, что у нас гораздо больше общего, и что нам намного приятнее будет дружить. И это та дружба, которая через годы со мной, она сейчас живёт в Питере. Вот буквально недавно она приезжала в Москву. Мы виделись, очень рада была с ней пообщаться. Это, знаете, серия тех людей, с которыми ты можешь не общаться годами, но они всё равно тебе остаются близкими. И вам хватает там буквально трёх минут общения. Вы с первых же минут понимаете, что вы всё так же близки и дороги друг другу. И вам всегда есть о чём поговорить. Так что вот общаюсь с этой подругой очень хорошо. В принципе, там ещё несколько ребят есть, с которыми я поддерживаю общение, но больше в социальных сетях, потому что они все в основном в Киеве живут сейчас. Ну, в общем, да. Намного на кого подписано, за одноклассников на Фейсбуке. То есть, фоточки смотрю там, лайкаю. Сходя из этого, следующий вопрос. У меня, кстати, новый телефон. Муж подарил мне запно. Девушка Кри-ри. Не знаю, правильно я прочитала или нет. Ну, короче. Давай тему социальной сети. Почему ты там не сидишь, не выкладываешь личные фото и не делишься своей жизнью. Давайте попробуем под всё это дело. Фисташковую пироженку. Магия тортиков. Вот вкусная штука. Я такую уже покупала у них. На самом деле, несколько лет назад, даже не так, до того момента, как у меня появился канал, я очень активно вела соцсеть. Сначала это был контакт. Потом, когда на Украине его закрыли, ну, закрыли к нему доступ, как-то все мои друзья пересели на Фейсбук и, ну, мне, собственно, ни за кем стало там смотреть, ни с кем стало общаться в ВКонтакте, в принципе. Поэтому я как-то удалила оттуда страницу и пересела полностью на Фейсбук. То есть теперь я там, я там общаюсь, я там выставляю посты. Не скажу, что там слишком часто. Объясню почему. Мне кажется, что, когда я завела канал на Ютубе, начала вот так вот снимать активное видео, там продвигать его. Видимо, в какой-то степени вот эту свою жажду социальной сети я утолила каналами. Это, наверное, глупо звучит, я не знаю, как это объяснить, но мне как-то вот меньше, меньше у меня стала эта потребность что-то сфотографировать, что-то выложить. Не знаю почему, может быть, это вообще не взаимосвязано. Как-то я, знаете, в последнее время вот предпочитаю наслаждаться моментами жизни, когда они у меня происходят, там какой-то красивый закат или романтический ужин с мужем или ещё что-то, нежели там искать ракурс, под которым это всё сфотографировать под каким-то нужным углом, чтобы быстренько это выложить, выставить, хэштеги там прописать и всё остальное. Что-то как-то я ушла от этого. Я не скажу, что я совсем там ничего не выкладываю, да, на Фейсбуке. Нет, я, в принципе, там пощу, всякие фоточки. Ну, не фанатично, то есть там не каждый день, далеко не каждый. А так, в принципе, ленту просмотреть, люблю посмотреть, у кого что происходит. Тем более мои друзья сейчас как бы оказались разгрошены вообще по всему миру. Кто-то живёт в Америке, кто-то в Израиле, ну, в общем, много где кто живёт. И наблюдать за их жизнью хотя бы вот так, дистанционно. Ну, это круто, что есть такая возможность сейчас у нас в нашем современном веке технологий. Почему мне нет в Инстаграм? Я как-то, ну, честно вам признаюсь, я изначально вот упустила этот момент, когда все там регистрировались. И потом как-то стало уже тупо там регистрироваться. Вот серьёзно. И я такая думаю, ну, хватит с меня вполне одной социальной сети. И вот у меня прям нет Инстаграма. У меня есть Инстаграм-канала, который я завела, когда открыла канал. Ну, опять-таки, я там очень редко, я практически ничего там не выкладываю. Ну, как-то не идёт он у меня. Не знаю почему. У меня там всего 2000 подписчиков. Так что, такое, тухленькое дельце. Мой помрачительный тортик. Фисташковый, вот эта вот прослойка из малинового крема. Боже, это вообще что-то нереальное. Так, ещё был вопрос. Ксюша Каргина. Привет, ты можешь в следующем видео поговорить о фильмах, сериалах, какие любишь сериалы. Тра-ля, тра-ля. Ну, давайте поговорим немножко о сериалах. Мы сейчас смотрим с мужем вместе последний сезон «Игры престолов». Мы сейчас на третьей серии, поэтому не пишите мне никакие спойлеры, пожалуйста, в комменты. Я очень прошу. Мне в последнее время стало очень сложно листать ленту Фейсбука, потому что я постоянно там натыкаюсь на какие-то спойлеры. На эти картиночки, на эти коллажики. А мне хочется же самой досмотреть. Мы сейчас на четвёртой серии остановились, и я прям жду, когда муж вернётся из командировки. Он опять у меня улетел. Я без него сама не смотрю, потому что это всё преступление. Вот. А сама я сейчас смотрю очень крутой сериал тоже, ну, параллельно получается. По книге Маргарет Эдвуд «Рассказ Служанки». Я очень люблю эту писательницу, я очень люблю это произведение. Я буквально недавно обнаружила, что, кажется, есть такой сериал. Он, конечно, снят не совсем по книге. Тем не менее, очень интересно. Всем рекомендую. Там речь идёт о ближайшем будущем. У человечества возникла проблема с деторождением. 90% женщин стали бесплодны. И один небольшой штат или штат или там какую-то область в Америке, короче говоря, захватила группа сектантов, которые ввели там свой ужасающий режим. Где женщины вообще не принимают из-за людей. В общем, посмотрите. Интересно. Очень интересно. Не избитый сюжет. В принципе, люблю Маргарет Эдвуд. Короче, круто. Смотрю уже второй сезон. Вот. Ещё мне посоветовала подружка посмотреть сериал. Я его прям проглотила буквально на одном дыхании. Он, кстати, российский. И в главной роли там Михалкова. Сериал называется «Обычная женщина». И я даже не ожидала, честно говоря, такого от Михалковой. Настолько какая-то нетипичная для неё роль. И она, по-моему, с ней справилась просто блестяще. Очень интересный сериал. Прям захватывающий. Ну, несколько, конечно, такой гротескный, но интересно, короче говоря. Рекомендую. «Обычная женщина» называется. Там всего 8 серий. Только один сезон вышел. Ну, вроде как, снимают продолжение. Так, ну и последний вопрос. Это Джокер задаёт. Привет тебе, Джокер. Как прошли твои майские праздники? Ты хотела об этом рассказать. Ну, уже, наверное, несколько неактуально, да? Потому что уже конец мая. Алиса только собралась рассказать вам про майские праздники. Ну, ко мне прижала мама, ребята, и мы потрясающе провели время. Мы ходили с ней в театр на спектакль с Эхиджаковой. И это было просто волшебно. Ей сколько? Мы потом с мамой погуглили. Лея Эхиджаковой уже 85 лет. И это тот случай, когда талант просто не имеет возраста, ребята. Она порхала по сцене. Она запрыгивала на табуретку. Она там ползала под столом. И насколько мощнейшая просто энергетика. Ну, это было что-то невероятное. Тем более, пьеса была по Улицкой. Людмила Улицкая. Это современный автор. Мы любим её с мамой. Короче, это было очень круто. Мама прям под таким впечатлением. Я видела, как ей понравилось. И мне самой понравилось. Мы купили цветы для Эхиджаковой. Вот. И после спектакля я подарила ей цветы. Очень было приятно. Ещё мы ходили в планетарий. Ну, правда, уже все вместе, всей семьёй. С мужем, соведителями мужа. И с моей мамой. Мы любим планетарий. Вообще-то, уже, наверное, раз в четыре точно были. Ну, московский планетарий — это... Что тут говорить? Он, кстати, по-моему, второе повеличение в Европе, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, шикарно. Кто не был в московском планетарии, все бегите. Потом мы ходили с ней на экскурсию в Останкинскую башню. Я тоже там до сих пор не была. Уже почти сколько? Два года мы живём здесь, и я ещё там не была. Очень понравилось. Плюс мы потом ещё зашли в этот ресторанчик, который там на самом верху, и где крутится, вот вращается пол. Ребята, это очень круто. Ты сидишь за столиком, пьёшь холодненькое шампанское, и мимо тебя проплывает просто панорама Москвы. Нереальное ощущение, очень круто. Понравилось нам тоже. Что мы ещё делали? Ездили на шашлыки в гости к родителям мужа. Ну, короче, отдыхали на полную катушку. Мама приезжала ненадолго, буквально на недельку. Вот, причём там один из этих дней я работала, к сожалению. Мне не получилось так поменяться, чтобы не работать вообще. Вот, но всё равно я была очень рада. Это волшебное время. Очень скучаю по своим родителям. Все, кто живёт рядом с родителями, цените это очень, очень важно, когда ты хотя бы в одной стране с ними живёшь. В общем, розовый крем ничем не отличается по вкусу от оранжевого. Очень вкусное тесто. Прямо такое жёлтенькое. Всё, ребята, я объелась. Можете на меня опять ругаться. Что я не доела кексик. Ну, я серьёзно, я никогда не ем ничего через... Никогда не ем ничего через силу. Если я уже наелась, то я наелась. Зачем я силовать организм, правильно? Тем более, у меня уже и чай кончился. Ну что... Да господи, боже! Ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы вместе со мной выпили кружечку чего-нибудь горячего, бодрячего, съели что-нибудь вкусненькое. Я люблю записывать для восьмых банки чайпитие. Мне нравится с вами общаться вот в таком режиме. Практически, как будто бы чай вместе попили. Всех очень-очень люблю, ребят. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok